привет вы на канале rcm сегодня будем делать диагностику и ремонт стиральной машины bosch wfc 1663o и причина поломки она отказывается стартовать то есть нажимаю на старт замок не срабатывает и никаких признаков дальнейшей работы она не осуществляет в общем порядок действий будет такой снимем замок проверим его исправность если окажется что он целый то дальше посмотрим модуль поехали для начала снимем крепеж который держит резину люка осмотрите по контуру люк и найдите место где видна пружина чаще всего она располагается в нижней части люка подденьте плоской отверткой пружину и потяните ее на себя все пружину сняли теперь вместе где находится замок отсоедините резину и отверткой надавите на пластиковые фиксаторы замка и вытащите замок теперь когда сняли замок на нем мы видим три контакта два из которых должны замыкать между собой для того чтобы выяснить какие именно контакты должны замыкать нужно его разобрать и посмотреть сразу скажу для тех у кого точно такой же замок какой вы видите не мучайтесь с его разборкой просто внимательно посмотрите какие контакты буду замыкать я и повторяйте за мной перед тем как разобрать замок поставьте метки маркером на местах соединений это для того чтобы его потом легко и быстро собрать потом берем пару маленьких отверток и очень аккуратно разбираем замок все замок разобран теперь смотрим по контактам и видим замыкает контакт 1 и 2 если смотреть от головы замка то есть нам нужно будет замкнуть на клемме контакт 1 и 2 это делается для того чтобы создать имитацию исправного замка замкнутые контакты машина распознает как закрытый исправный замок теперь отмечаем маркером какие два контакта нужно замкнуть и собираем замок теперь смотрим как должна одеваться клемма на замок и уже на клемме отмечаем какие два контакта нужно замкнуть замыкаем их это Это, например, можно сделать куском проволоки или, как это делаю я, маленьким крокодилом. Все, теперь пробуем включить машину. Если проблема была в замке, то машина заработает. Включаем и... Делов нет. Дело не в замке. Поэтому пойдем дальше и посмотрим модуль. Для этого нужно снять верхнюю крышку. Я думаю, вы разберетесь, как это сделать. Потом вынимаете порошкоприемник. Выкручиваете все болты, которые только видите. А именно, их тут 4 штуки. 3 спереди и 1 сбоку. И аккуратно снимаете панель. Маркером помечаете все клеммы, чтобы их не перепутать. Пометить можно цифрами, буквами, точками, как вам удобно. И вынимаете плату из пластика. Вот тут, видим, есть черный налет. Но это не тот налет, который образуется, когда что-то перегорает. Это налет, который образуется от того, что происходит трение ремня и щеток двигателя. То есть, когда плата намагничивается, она тянет эту пыль на себя. Этот налет тоже может причинять вред. Он может делать небольшие замыкания и от этого может некорректно работать электроника. Поэтому я сейчас помою плату 647 растворителем. Это растворитель на основе ацетона. Он может быть начиная с 646 по 650. Но вообще, визуально я не вижу, чтобы что-то выгорело. Поэтому сейчас я мою плату, собираю модуль и пробую включить машину. Все, модуль собрал, пробую включить. И результат неутешительный, все равно не работает. Так, кое-что я еще забыл проверить. Вообще, я это делаю постоянно, как только беру машину в ремонт. Но сейчас я выпустил это из виду и сразу же полез в какие-то дебри. Начал разбирать замок и модуль смотреть. Ну ладно. В общем, мне сейчас нужно померить утечку тока на корпус машины через сетевой фильтр. И через ТЭН. Более подробное видео, как это сделать, ссылка перед вами. А мы сейчас будем мерить утечку. Для этого нужно просто включить вилку в сеть. Потом индикатором найти в резетке фазу и ноль. Взять мультиметр, поставить на нем измерение переменного тока. И одним щупом дотронуться к нолю в резетке, а вторым щупом дотронуться к корпусу машинки. Ну, естественно, неокрашенному. И если есть утечка тока, хотя бы 50 вольт, то нужно убрать сетевой фильтр вообще. Потому что эта утечка идет на процессор через датчик температуры. И электроника начинает работать не совсем корректно. Не включаться, останавливаться на половине процесса. Ну и так далее. Ладно, смотрим, что у нас тут. А у нас 100 вольт утечка. Поэтому сейчас я его уберу и попробую включить машину. Субтитры создавал DimaTorzok Все, фильтр убрал, включаю. И вот она вся проблема. Делов на копейку. Все работает. На этом, я думаю, этот ремонт можно закончить. Вы были на канале РСМ. Подписывайтесь на наш канал. И мы поможем вам отремонтировать вашу стиральную машину. Своими руками и с минимумом вложений. Также вы можете задать интересующий вас вопрос по поводу ремонта вашей стиральной машины в комментариях под видео. Всем спасибо за внимание и не ломайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова